Ну, начнем мы с заявленной темы. Может быть, тема не такая интересная с точки зрения, скажем, теоретической, но с точки зрения практики достаточно интересная тема. Почему? Потому что многие компании уже сталкиваются с тем, что серверные расползаются. Это первое. То есть все увеличивается, объем данных увеличивается, надо строить еще лучше серверные, а места нет. То есть люди начинают... Ну и второе. Можно, конечно, серверный вопрос построить для себя в одном здании, но если что-то случится в этом здании, а мы еще поговорим про пожары, про всякие техногенные, катастрофы и так далее, то в принципе все накроется. Ну, для многих компаний уже это нежелательно. То есть, соответственно, многие компании уже ищут резервную площадку. Ну, понятно, как обычно клиенты... Меня слышно нормально? Как обычно клиенты поступают? Ну, берут интернет, смотрят коммерческие цоды, выбирают коммерческий цод, доверяя той информации, которая написана на сайтах. Ну, скажем, я мало где видел цодов, которые не построены по ТАЕР-3. То есть практически все в России цоды, некоторые даже построены по ТАЕР-3+. Но реально цодов построены по ТАЕР-3, их можно пересчитать по пальцам руки. Вернее, реально сейчас пока на сегодняшний день существует один, не знаю, еще компрессор, так сказать... Еще пока не сертифицирован, но он будет второй, да, компания ТРОК еще построит второй, соцсертифицированный по ТАЕР-3, по реальному ТАЕР-3, мы еще кто-то тоже это посмотрим. То есть, не то что по пальцам руки получается, пока у нас сертифицированный социальный институт, который может реально себя заявить и называть ТАЕР-3, это пока дата сквейс партнерс. Поэтому выбор резервной площадки, это очень важная практическая задача. Существует масса рисков, вот мы, есть социально-политические, техногенные, природные, человеческий фактор. Кстати, вот АТАЕР-3 институт обращает на это огромное внимание, что большая часть ошибок в дата-центрах именно из-за человеческого фактора. То есть, условно говоря, даже вы можете построить дата-центр ТАЕР-3, но эксплуатируйте его так, что его ТАЕР просто исчезнет. То есть, он не будет отвечать. Хотя у него будет сертификат на момент сертификации. То есть, это тоже очень важный момент. Ну, чуть-чуть забегая вперед, хочу сказать, что это практически именно часть, я работал для одной крупной финансовой компании, которая именно заказала аудит, потому что она понимала, что компетенции людей просто не хватает, чтобы проверить те вот заявления, которые, да, и прийти в дата-центр, проверить документацию, соответственно, посмотреть, как все реализовано, их просто компетенции не хватит. Или не хватит просто ресурсов, да, людей, то есть, все люди заняты, то есть, есть деньги уже, а проблема уже в другом возникает у людей, да. Ну, человеческий фактор играет действительно огромную роль. Вот почему я хочу забегать вперед, скажу, что меня поразило, то есть, вот, мы выбрали, в конце концов, 300, который мы рассматривали, три площадки в Москве. Хорошие, действительно, реально, площадки очень сильно заявляется, так в одной площадке люди, которые отвечают за пожарную сигнализацию, за пожаротушение, они не знали, как действовать в случае пожара. То есть, они отвечают, то есть, вот, это было, это для нас было просто, вот, для меня открыто было открыто. То есть, они просто не знали, реально, как действовать в случае пожара. Вот в одном из дата-центров, вот, какая была ситуация, очень интересная. Поэтому человеческий фактор играет огромное значение. И на это, соответственно, огромное внимание обращает автальный институт, поэтому, кстати, Тайр-4 натоцентры строятся, почему, потому что, как можно уменьшить риск человеческого фактора. Конечно, его нельзя свести к нулю, к абсолютному нулю, но постараться его уменьшить. Какие важные аспекты еще возникают у компании? Нет, нет времени для, на разворачивание своего цода. То есть, я уже понимаю, что свой цод нужен, то есть, уже вот, вот он, вот, но времени просто нет, реально. В силу разных причин, да? Потому что, например, идет бурный рост компании. Очень бурный рост. Она просто не успеет развернуть свой цод. То есть, уже ее потребности превышает все то, что у нее есть. А строить цод, увы, эта задача даже не на полгода. По-хорошему. Но если делать по-хорошему, если делать все быстро, можно ей, в принципе, за три месяца. Чтобы, ну, непонятно, какой результат не получить. Потому что, в принципе, даже одна проработка ТЗ, хорошего ТЗ, составляет, ну, недели-две, это просто как минимум. Но если ее, конечно, не утверждает, не дорабатывает, так это мере. Это просто ТЗ. Я не говорю, что такое рабочая документация, там, и так далее, и так далее. То есть, очень тяжелый, тяжелый процесс. Нет времени на разворачивание своего центра обработки. Нет подходящей площадки. То есть, действительно, такой, нет подходящей, почему нет коммуникаций, да, нет электрической мощности. То есть, у нас есть уже все, финансы, мы готовы там подождать, но площадку не можем найти, тоже сплошь и рядом возникает. Нет охота проектирования, строительства и обслуживания, эксплуатации. Очень важный момент, для который люди просто забывают. Вот это, кстати, вот эта финансовая структура, которая заказала, она развернула свой слот, свой слот. И после этого, скажу, больше она отсюда строить не будет. Денег у них, я вас уверяю, денег очень и специалистов у них своих много. Но вот после того, как они поэксплуатировали свой слот, в течение двух месяцев, они скажут, что больше вы это делаете. То есть, поэтому они искали резервную площадку. Нет персонала, большие инвестиции, достаточно большие инвестиции, нужно, то есть, деньги, либо нужно, соответственно, привлекать, либо нужно, соответственно, свои использовать, которые могли быть учены на свои бизнес-процессы, на свои задачи. Какие были этапы работы по выбору площадки, разработка критерий по площадке, по архитектуре? Это требования, которые предъявлялись коммерческим дата-центром. Разработка критерий по инженерной инфраструктуре, по всей. Разработка критерий по физической безопасности. Следующий этап была. Покупка базы данных коммерческих дата-центров по Москве и Подмосковью. Выбора подходящих площадок из этой базы данных по требованию НСОД. Рассылка требований. Сбор и анализ ответов. Выборка подходящих слотов по ответам. Кстати, рассослали где-то по 30 центров обработки данных, 15 сразу же не ответила, потому что, ну, имеется в течение недели, потому что было понятно, что они не пройдут просто эту ткань. То есть они просто поняли по тем вопросам, по тем требованиям, то есть одно дело, у них не заявлено, естественно, на сайте был, что все это, ну, то есть мы рассылали только по тем, которые отвечают. Более того, выборка была сделана по базе данных, по-моему, современной тенденции, называется вот, тоже фирма занимается именно коммерческими датами и центрами в Москве и Подмосковье. Кстати, ее база, конечно, она реально от действительности далека как небо и земля. То есть, не знаю, как солнце и земля, то есть, в реальности совсем другая картина. То есть они тоже пишут, там, да, и артритом, и так далее. Но, конечно, у вас все это, к сожалению, далеко не так. Сбор и анализ ответов, выборка подходящих по ответам, выезд и работа уже на самом дата-центре, расстановка реальных данных в таблицу, уже те, которые были на реальных дата-центрах, и экспертная оценка. То есть, было бы, осталось 300, и каждому целу, по каждому тем требованиям, которые были разработаны, была выставлена оценка. Ну и, соответственно, получалась интегральная оценка по результатам, которые уже, соответственно, та структура уже выбирала себе коммерческий дата-центр. Разработка критерий по следующим показателям. Объект строительный, но не буду перечислять, систему мониторинга в серверной стоке, то есть большое-большое количество критерий было разработано. На основе чего брались критерии? На основе данных, естественно, обтайминститут, на основе ТАЕЕЕ 942, на основе стандарта Пикси 001-2011, на основе опыта, своего опыта и опыта, соответственно, вот эта инвестиционная структура. То есть у них тоже наработался некий опыт после строительства туда, и то есть они уже понимали, что надо требовать для площадок. Пример, например, разработанных критерий. Все презентации, когда вы, соответственно, сдадите анкеты, все презентации будут высланы. То есть не надо, соответственно, стараться увидеть, потому что, к сожалению, я-то отсюда даже не вижу. Я думаю, многие из вас не видят, но презентации все получите выслуживание ссылку на презентацию. Ну, давайте остановлюсь. Система электроснабжения. Ну, была, например, в системе электроснабжения, какая должна быть схема, соответственно, электропитания, да, с точки зрения заземления. Например, был такой критерий, сколько времени должно держать ИПП, то есть минимально, да, потому что это всегда такое, вот сколько времени, 5, 7, 10, там, 20 минут. Но, например, минимальное требование было 10 минут взято, соответственно, максимальное требование было 20 минут. Откуда вот эти 10 и 20 минут? Терей и 942-й дополнение 2, там существует вот это требование. То есть прямо прописано. Если вы хотите, да, и в 3-й, то ИПП должно быть не меньше 10 минут. Да, с этим можно спорить. Но есть точка отчета, есть точка стандартная, которая может насылаться. То есть не просто берется, там, 12-13 минут, 7 минут, до 5 минут. То есть просто берется пункт стандарта, и на этом, вот как разрабатывались эти критерии, да, 10 минут, а максимум было минимально 20. Ну, то есть в идеале, конечно, для банка, чтобы ИПП поддерживал IT-инфраструктуру не менее 20 минут. Ну, то есть вот были, соответственно, большое количество критериев было разработано. Ну, и, например, в системе энергоснабжения не допускалась единая точка отказа. Выбор сот, отвечающих критерий, но где-то 30 осталось. После того, как была проработана база данных, была рассылка требований, анализ ответов, и после выборки осталось 3 центра обработки данных. К сожалению, сразу Олегу хочу сказать, почему не было ДиАР, да? Ну, потому что они только рассматривают Москву и Подмосковью. Потому что им надо было синхронизировать базы данных, и, соответственно, вот они выбирали только вот площадка, которая находилась... С одной стороны, кстати, она не должна была ближе к 20-ти километров находиться, а с другой стороны, вот она рассматривалась только в Москве и Подмосковье. Работа в коммерческом дата-центре, работа персонала, встреча и ответы на вопросы. Вот как я говорю, то есть, даже встреча вообще показывала... Вообще, вот тоже было удивление. В одном из сотов было такое отношение, как будто мы пришли, ну, условно говоря, прям, не знаю, зачем... То есть, у меня было ощущение, что они мои клиенты, они их едят. То есть, вот такая была даже встреча. То есть, все что-то где-то бегали, куда-то убегали. Ну, то есть, причем, хочу вам сказать, там метраж очень приличный, то есть, количество стоит огромное. То есть, для них это вообще, скажем, ну, один из крупных клиентов был, но отношение было такое, чтобы было понятно, где я думаю, а как же они там дальше-то работать будут? Если они даже встречали, так что, в общем-то, хочется сразу встать и уйти. И вот ощущение было, что ты во всем виноват. Какое-то спросишь, например, документацию, да, то есть, а у них не мой вопрос, а зачем вам? Вот, ну, то есть, вот, при этом у них было письмо, то есть, было, до этого еще было объяснение, зачем мы приходим, то есть, там, вот, когда, то есть, не просто мы там, например, свалились с горы, да, то есть, вопросов, приходили уже. Ну, вот такое, то есть, работа персонала, встречи, ответы на вопросы, предоставление информации и документов. То есть, очень интересно было смотреть, как они предоставляют документы. То есть, вот, в одном суде мы пришли, и нам все документы уже были разложены, да, по всем, соответственно, систем. А в другом суде, то есть, вот, мы пришли, и они, с удивлением, спрашивали, то есть, и вообще, где-то бегали, то есть, мы долго-долго не могли получить документацию, вообще понять, как они работают. Но, сразу было понятно, что они вот, заработал, скажем, с документами, получили, там, ну, оценку 3. Да, то есть, потом была работа с проектной документацией, и вот здесь, я вам хочу сказать, мы еще там посмотрим, но это на слайде не видно, было очень масса открытий. Ну, например, с трех, двух из трех цонов система кондиционирования рассчитывалась на температуру плюс 30. в принципе, в проекте документации. А? Чего? В коридоре что значит? А, регион, но это Москва. А, холодного и горячего, жалко. А вы не были на прошлом году? Были? А почему тогда спрашиваете? Ну, если плюс 35 в горячем коридоре, я думаю, у вас могут гарантиру снять за все, да, то есть, оставим. Нет, плюс 35 я веду за бортом. Ну, то есть, внешняя, внешняя среда, то есть, соответственно, внешние конденсаторные блоки, они не то разбит. Ну, потому что они рассчитываются на температуру плюс 35. То есть, я вот к тому обращаю внимание, какая проектная документация? Вернее, это была рабочая документация, такс-то верно. То есть, причем двух из трех цонов, причем эти два цона, вот эти все три цона, они заявляются как одни из самых лучших на рынке. Соответственно, были расставлены, то есть, вот такая была сделана таблица, но она немножко шире, потому что здесь еще, я здесь убрал просто два критерия, стояли, а здесь, соответственно, оценки. Ну, например, в одном из цонов, так как была изначально записана, не должно быть единой точкой отказа, там была единая точка отказа, а вы, то есть, он являлся, причем ответы были, что у них нет единой точки отказа. Причем ее можно было решить, вот эту единую точку отказа, при помощи другого решения. И когда, вот зачем нужна проектная, я проектная документация посмотрел, спросил, а почему там не поставили там пакетный переключатель, можно было там обойти вот эту точку отказа. Я говорю, честно говоря, у вас просто нет места для его установки. Но в ответах, тем не менее, отвечали, что нет. Другой, кто-то очень интересный, вот второй был, там было сказано про, что у банка обязательно было требование, что койти на грузки должно прокладываться два луча, то есть обязательно вот это требование. И максимум требования, это то, чтобы эти два луча были запитаны от ИБД. Изначально вот этот сот, естественно, говорил, что у него все по максимуму, но после соответственно исследования, оказалось, что у них запитано ТПП только один. Ну, соответственно, они там получили оценку меньше. Ну и так далее. То есть очень много получилось интересного. Я говорю, плюс 35 здесь было, внешняя температура плюс 35, в этом зоне было плюс 45. То есть, соответственно, не доразмеренные внешние конденсаторные блоки были в дата-центрах. Тоже очень интересно по огнетущущему веществу. В трех цодах, в двух цодах был хладон 125, в третьем цоде был новых 12-30. Ну, то есть, соответственно, даже при его срабатывании, по крайней мере, люди из этой структуры, из финансов, не погибли. Потому что, ну, вот опять, тоже меня поразил один цод. Интересно, такое была технология, мы тоже, я тоже за ней снизил оценку. Представьте, большой морзал, достаточно большой. Те люди, которые, ну, системные администраторы, кто обслуживает технику, клиенты приходят, и когда они уходят, они должны посмотреть, вышли ли все из морзала, ну, когда ты выходишь, условия, ты поставил в сфере поработал, должен посмотреть, нет ли в морзале, и поставить на пожарную сигнализацию. То есть, вручную. Очень тоже странная, достаточно технологии, было меня, это вообще поразило, так почему, во-первых, человек может не посмотреть, да, а во-вторых, может не поставить. Вот это просто, люди, то есть, человеческий фактор не учитывается полностью, тем более, я вот представляю, человек работал, да, с серверами, то есть, ему потом у него в голове только одни биты и байки будут, и это нормально, абсолютно, да, он должен думать о задаче, а не должен думать о системе пожаротушения, к которой он никакого отношения абсолютно не имеет. То есть, поэтому, например, может случиться пожар, а человек просто не поставил на автоматическое пожаротушение, и никто, ну, условно говоря, не обнажут, потом потушить, это будет очень, ну, то есть, очень вот такие всякие странные, то есть, вещи, которые тоже действительно надо обращать внимание, которые может быть на первый взгляд. что самое удивительное, вот вывод, который мы сделали, который бы я не сделал, я для, соответственно, инвестиционной структуры, что коммерческого цода, отвечающего всем критериям, всем имеется в виду, даже не максимальным, а минимальным критерием его нет. Соответственно, этап уже выбора был за этой структурой, то есть, мы были предоставлены данные, не могу сказать, чем это закончилось, вот это была уже не моя задача, я специально, как бы, в этом не вмешивался, чтобы быть абсолютно незаинтересованной стороной. Поэтому, когда выбираете площадки, конечно, все написано, все замечательно, может даже вас видят хорошо, где-то напоят чаем, клюшек положат, и так далее, но, конечно, очень надо внимательно подходить для площадки. Если у вас критические приложения, надо очень внимательно подходить к выбору резервной площадки, потому что это может повлиять на бизнес. Что не есть хорошенько.